Снегоходы набирают все больше популярности, причем водителям становятся как юноши, так и девушки. Только за последний год в Рязанской области на учет поставили более 200 снегоходов. Чтобы водить такой агрегат, нужно получить права категории А1. Перед этим классическое обучение в автошколе и экзамен в ГАИ, который состоит из теории и практики. Если у вас уже есть водительские права, то экзамен проходит по упрощенной схеме. Следить за снегоходом нужно так же, как и за обычным автомобилем. Должно быть обязательно зарегистрировано данный вид транспорта. Имеется водительское удостоверение соответствующей категории. Также данное транспортное средство должно проходить технический осмотр. За несоблюдение этих требований административный штраф до 10 тысяч рублей или лишение удостоверения на срок от 3 до 6 месяцев. Стоит отметить, что снегоход берут ради острых ощущений. Он позволяет кататься по льду озера и бездорожью зимнего леса. Однако представляет для водителя и пассажира огромную опасность. Сейчас снег крыхлый, местами подтаивает, а снежный покров проваливается. Поэтому к трагедии может привести обычный камень или простой муравейник. Во-первых, нужно рассчитывать скорость. Место, где вы отдыхаете. Потому что в лесу, если вы едете по лесной дороге, может быть пенек засыпан снегом. Скорость таких машин порой больше 100 километров. И столкновение с таким препятствием грозит самыми непредсказуемыми последствиями. Нередко владельцы снегоходов ломают руки и ноги, получают черепно-мозговые травмы. Прогулка может закончиться и летальным исходом. Чтобы избежать печальных последствий, нужно вовремя реагировать на любые изменения трассы и уметь группироваться. Чтобы не попасть под колеса, под гусеницы, надо падать как-то скрупировавшись и на бок. Моменты разные бывают. Поэтому все приходится с навыками. 18 января в Рязани стартовала профилактическая операция «Снегоход». Регулярные рейды сотрудники Гостехнадзора будут проводить вплоть до 17 февраля. Они напомнят водителям о правилах эксплуатации транспортных средств и безопасности во время движения. К ним присоединятся и сотрудники ГАИ. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город».